Суровым и нежным лицом, очень усталая, в накинутом поверх ватника, мокрым резентовом плаще, наброшенной на чёрные ещё волосы косунки, стояла возле своей избы, где расположился её штаб, тётка Аглая. Володю она ещё долго не замечала, смотрела вдаль, туда, где за плотной стеной осеннего дождя ещё отбивался, умирая, её город, город её юности, город, где она полюбила и где любили её, город, где знала она каждую улицу, где так много людей знали её, город, который не нынче, так завтра станет территорией временно оккупированной врагов. — Ох, да не могу я, не могу! — вдруг со стоном вырвалась у неё. Она прижала косунку к губам и повернулась, чтобы уйти, но тут увидела Володю, и сквозь слёзы, которые она уже не пыталась держать, попросила, попуть со мной длинношея, малинечка. Он обнял её за плечи, почувствовал, как содрогается её тело в тяжёлых рыданиях, и, понимая, что никто не должен видеть этой слабости в ней, уверенно повёл её за избу в чахлый маленький парисадничек. Посадил на мокрой скамью и сел тоже взрослый мужчина, сильный и молчаливый, рядом с измученной, растерявшейся, оробевшей девочкой. — Сейчас, — шептала она ему, — сейчас, миленький, сейчас, мой родненький, сейчас пройдёт. Этого ничего не было со мной. Устала я просто очень, обессилела. И Родион мне пишет, и улыбаться нужно, и всех ободрять нужно. А как я ободрять могу, когда они подходят? И пришли с ужасом, — выговорила она, как бы тяжело, теперь осознавая происшествие. Пришли фашисты.